Друзья, привет! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня наш выпуск будет посвящен тому, что мы возвращаемся на лодку. Сейчас мы находимся в аэропорту Орлы. И самолет, который нас везет на Гваделупу, и из нее уже непосредственно в Сан-Джордж на Гренаду. Итак. Итак, что у нас делает Дина? Диночка, что ты здесь делаешь? О, какой у тебя рюкзак яркий. А вот гейт, который в аэропорту Орлы. Наш 23-й. Нас ждут, нас ждут большой самолет. Ну что, на посадку самолет ждет? Едем домой. Едем домой. Без этого серого уныния, наши грозы, дожди, ливни, плюс 27. Карабические острова нас ждут. У нас не окна. Мы уже сейчас находимся на Гваделупе. Идем, посадочка у нас идет на самолет. У нас небольшая пересадка. Да, Диночка? Я с Сережей не могу. Красивый. Да. Короче, это самолет такой, он с Антигуи взлетает, потом садится на Гваделупе, потом на Барбадосе, а потом на Гренаде. Такая маршрутка, просто выходит с тюрдессой и говорит, кто выходит на Барбадосе. Там пол самолета встает и выходит. Я не могу ждать. Я не могу ждать. Подлетаем на Барбадосе, у нас здесь небольшая остановочка, а потом мы взлетаем и садимся уже на Гренаде. Такой населенный вообще весь. Вообще нет, того темного газа. Шехла. Ну, вот мы, собственно, и приехали на лодку Мушу. Сейчас Кайрон, этот человек, который смотрел за нашей лодкой, привез нас на Тузике сюда, домой. И организовал нам трансфер из аэропорта. За трансфер мы заплатили 60 Си. Это порядка 23 долларов. Ну, а на лодку он нас завез, естественно, бесплатно. Как вы видите, у нас тут сумки, сумки и всякое-всякое. Ну, можно посмотреть, что внутри. Но думаю, что это я вам покажу завтра. Сегодня мы уже немножечко будем отдыхать. А завтра начнем расконсервацию лодки. Единственное, что нужно проверить, это воду. Она у нас была с хлоркой. Так, компрессор качает. Ну, пахнет хорошо. Во всяком случае, не воняет и тухлятины нету. Хлорка все уничтожила. Вот такая тема. Сколько у нас тут всего валяется. Ужас. Разбирать, не переразбирать. Итак, будем смотреть, что же у нас на лодке произошло не так. На самом деле, правильная подготовка, то, что мы сделали, когда уезжали, избавило от огромного количества проблем. Естественно, появилась там всякая плесень. И, ну, естественно, унитазы выглядят печально, но могло быть и хуже. Итак, что у нас здесь заплесневело? Вот у нас по углам, вы видите, вот это все покрылось, но это все отмывается. А тик, на самом деле, даже не запачкался. То есть, все-таки здесь не так грязно, как казалось бы. Но идемте внутрь, покажу, что там не так. В руках вы видите окошки. Это все плесень. Но она легко отмывается, поэтому ничего страшного нету. Вот там, вы видите. Но нужно взять будет просто специальное средство и это все отмыть. Ну что, идем дальше. Ну, тут все вот покрылось таким легким налетом, грязным. Ну, и унитаз, который... Фу! Но это все не страшно, потому что там просто вот эта жижа, она была подготовленная. И мы ее сейчас просто смываем. И у нас останутся нормальные рабочие сальники, которые просто промоют весь туалет. Как выглядит фильтр опреснителя? Вот черное, вот это все черное, это должно быть конкретно белое. Но это сейчас мы заменим, это не проблема. Итак, что я делаю сейчас? Сливаем воду, берем вот такой вот крот, туда его плюх немного. И все, оставим на небольшой вариант, пускай там все прочистят. Вот как выглядит у нас сейчас комната. Куча всего разбросана, идет стирка. И вот всплыла еще одна небольшая проблема. Борт не открывается. Почему? Непонятно. Короче, с бортом засада буду смотреть, что такое, не понимаю. Так. Что мы имеем? Вот это вот электрический двигатель, который опускает платформу. Короче, вот этот вот шток из него не выезжает. Надо будет сейчас разобрать, наверное, вот эту вот часть и посмотреть, что внутри. Так, что у нас здесь? Начинаем разбирать, собственно, сам мотор, чтобы посмотреть, что там происходит. Нажми кнопочку поднятия борта. То есть мотор не срабатывает. Вниз. Мотор не работает. Ну что, лезем, значит, дальше. Понятно. Уверен, что здесь засада. Вот в этой части. Вот здесь есть сальник. И вот, скорее всего, вот этот вот сальник, его перекашивает. И он себя чувствует здесь не очень хорошо. Ну, их два. Ну, проверяем. Короче, засада понятна. Вот этот вот сальник, его нужно немножечко просто почистить и одеть обратно, и прикрутить, и все. Ну, в общем, вот так вот. Веряем. Что, все? Толково. Ну, что, норм, не работает опять, ляха-муха. А вот наш Эльтуза многострадальный. Короче, он конкретно сдулся. Но он у нас был на палубе, я его только что снял. Сейчас буду ставить на него наш мотор и запускать. Только подкачать надо немного. Так, тузик я спустил, мотор одел. Я это уже не показывал, потому что так как я корячился, его снимал, вы уже видели. Так, топливный бак я подключил. Подкачиваем. Троверочка, подсос. Что такое? Давай, родной, давно тебя не заводили. О-е! О-е! Надо же пообедать этой прекрасной едой. И Дина заодно посмотрит, что здесь готовят. Я вам уже показывал в прошлый раз, но Дина этого еще не видела. Так, следующая поломка. Не работает газ. А не работает он, потому что вот эти вот штуки по краям начали ржаветь. И вот это вот особо. Это вообще он не открывается. Короче, вот это надо сейчас будет очистить. Вот она вся ржавая. Посмотреть, сколько ржавчины, я сейчас вам покажу. Вот это вот слой, который осыпается. Так, обфорки очистил. Собираем все обратно. Проверяем. О, работает. Обе работают. Теперь можно делать утренний кофе. А пока из ремонта пришли паруса. Короче, ремонт парусов, мейна прострочили все очень аккуратненько. Все строчки, все сделали полную ревизию мейну. Так же Кодзиро и Генакер. За это все я заплатил 500 американских долларов. Что ты делаешь, Сережа? Отпускаю на волю. На волю отпускаю. Скучаю. Ты как Код, который с полки выбрасывает нужные вещи. Сейчас у нас задача поинтереснее. Нужно взять вот эти вот все паруса и занести их на лодку. Почему ты это до сих пор не сделал, Адина? Ты что считаешь? Я в роли оператора. А, ну ладно. Просто мне показалось, что ты считаешь, что это мужская работа, знаешь, а я с этим совершенно не согласен. Да, я не феминистка. В этом современном жестоком мире девушкам... Я считаю, что паруса должны таскать. Девушкам приходится конкурировать за место под солнцем, поэтому... Не таким, как я. Не таким, как ты. Ну вот. Что, кто-то работает, а кто-то отдыхает, да? Почему одному все, одним ничего, а? Да, вот это проехал еще один, кому все, а вот это стоит тот, кому ничего. Ну ладно. Подожди, ты придумал, куда ты будешь идти? Да, на полу. Ты себе траекторию рассчитал? Там мог у тебя на пути, стой. Фух, один тупик какой-то. Манки бизнес. Гада, только ты его неаккуратно с этим нежнее. Я думаю, что он килограмм шестьдесят весит. Нежнее, нежнее. Я его могу даже поцеловать. Целовать не надо, а вот подрать тоже не надо. Все, он занял свое место. Осталось теперь всего лишь Геннакер и Кодзиро. Они, кстати, самые легкие. Это Геннакер. Похоже на бинбэги. Бинбэг? Почему нет? Только курить нельзя. Только курить на них нельзя. Да. Ну что? Ну что? Погнали. Погнали. Осторожно. И даже запустился. Класс. Класс. Красотка. Идем поужинаем? Идем, идем. Покушать это всегда хорошо. Да. В любом случае. Макхэп. Ибо еды больше нет. Нет, как раз есть. Но готовить больше одного раза в день я не могу себе позволить. Не в таком режиме. Ну что ж, пошли. Тут такие законные показы, такие кои. Ага. Макхэп. Субтитры создавал DimaTorzok